На первый взгляд водителю берлинского велотакси приходится нелегко, однако жизнь ему облегчает электромотор, стоящий прямо на ступице колеса и спрятанный под пластиковой обшивкой. Даниэль Тилли, водитель велотакси, соглашается, что богатым эта работа его не сделает, но на жизнь таким образом заработать удается без стресса и получая удовольствие. Езда на велосипеде без стресса и даже без напряжения стала возможна благодаря появлению электробайка, велосипеда с электромотором. 50 км в час развивают хорошие модели. Сейчас это оптимальная возможность ездить на работу быстро, никаких пробок, пересадок, очередей, уверен Рене Лауф, продавец велосипедов. Как и у всякого электротранспорта, главная проблема электробайка – аккумулятор. Сейчас на одной подзарядке можно проехать 80 км. Здесь используются литий-ионные аккумуляторы, которые можно заряжать, разряжать до 500 раз. Производители уверяют, что одной батареи должно хватать на 20 тысяч километров. Внизу установлена машинка, преобразующая механическую энергию в электрическую, и таким образом аккумулятор подзаряжается, когда вы вращаете педали. Пожалуй, единственная проблема для тех, кто хочет купить электробайк – его цена. Он стоит более тысячи евро. Этот – уже 10 тысяч евро. Их строит фирма Veloform, расположившаяся в здании бывшего хлебозавода в Берлине. Ее электровелосипеды, несмотря на гордую цену, расходятся во всем мире как горячие пирожки. Ансель Франц, владелец фирмы Veloform, поясняет, что цена объясняется и сложностью конструкции, и качеством материалов, и наличием сложной электросистемы, и мотор стоит денег, и аккумулятор. К сожалению, плата за проезд не может покрыть расходы владельца машины. Поэтому он в большой степени зависит от рекламы, которую можно размещать на корпусе. Берлинская фирма строит ежегодно 250 электровелосипедов. Особым успехом они пользуются в больших городах Японии. Каждый аппарат – ручная работа, и каждая страна предъявляет свои технические требования. Скажем, если машина заявлена как велотакси, то она в основном должна двигаться за счет мускульной энергии. Электромотор может играть лишь вспомогательную роль. Вот здесь хорошо виден мотор. Он красного цвета, находится на ступице и может давать мощность от 250 Вт, допускаемых в Евросоюзе, до 600 Вт. Но даже с самым слабым мотором из допущенных в Германии вы можете ехать со скоростью 25 км в час, не зная усталости. Продолжение следует...